Всем доброй ночи, мои хорошие, мои лапульки, мои красотульки, мои зайки, мои чикули. А мальчикулем-бамбулям тоже привитули. Девочки, я сегодня пришла с работы и, конечно же, легла спать. Я почему-то уставшая была, да. И сегодня хочу поздравить ереванской невестке с днём рождения, Катя. Я желаю тебе счастья, любви и здоровья, чтобы у тебя исполнились все мечты, солнце моё. Я тебя люблю. Спасибо большое за дружбу. И я очень рада, что я познакомилась с тобой и очень довольна. Мои хорошие, я вам сейчас расскажу, почему я не перестану благодарить Катю. Я такой человек, когда мне делают вот такое что-то маленькое, я всегда хочу делать в два раза больше. Я сейчас вам расскажу и пойду скупляться чуть-чуть, там кое-что надо для дома. Девочки, мои лапульки, мальчикули, я вам честно говорю, значит, что случилось? Вчера, пятница была, я работала, и мне оставалось где-то 20 минут, чтобы закончить работу. И тут я телефон мне начала вот это пикать, пикать, пикать. Думаю, ну возьму, посмотрю, что случилось. Конечно же, испугалась, потому что, так как вы знаете, какая ситуация, в общем, и испугалась. Даже если я смотрю, что это мой пельмянник голосовой отправил, я боюсь читать. Я смотрю, хожу, боюсь читать, хожу, думаю, да нет, нет, ну вот страх какой-то, что, не дай бог, конечно. И потом думаю, да нет, Алина, читай, почему ты боишься, ты переживаешь, ты думаешь. Ну, я вот читаю смс-ку, ну, то есть голосовую. И там, он говорит, Алина Гаку, тётя Алин, нам помощь принесут. А я, честно говоря, вот, честно вам говорю, я им отправила деньги, и они понедельник получили, да. Ну, это, а кается там их 10 человек. Я даже не знала, вчера по видео Кате увидела, что она сняла моих этих племянников. Да, они так изменились, так выросли. Но я когда увидела, боже, так хотела обнять их. И я думаю, что мне делать, вот что мне делать. Я в Европе, Кате, в Ереване, звоню Кате. Кате, пожалуйста, а, у неё сначала звонила, видимо, кубертуры не было. Пишу ей смс-ку, говорю, Кате, пожалуйста, умоляю, срочно позвони мне. Ну, она мне написала, Алина, что случилось? Я тут же ответила, говорю, Катя, пожалуйста, солнце, говорю, я тебя прошу, умоляю, говорю. Она, Алина, успокойся, что случилось? Я ей говорю, в общем, объяснила ситуацию, и она сказала, Алина, нет проблем. И она говорит, через два часа, ну, даже не два часа, меньше, двух часов, она говорит, мы будем там. И номер телефона я оставила. Ну, позвонила моим, сказала, через два часа приблизительно, говорю, они раньше придут, но я вам просто говорю, чтобы телефон был возле вас, в общем, они приедут. Они сказали, хорошо. Ну, я пока после работы вышла, вот, знаете, да, такой настроения нет, ну, тут настроения никакого нету. Пошла вот именно просто ходить себе. Целый час вот так ходила, вот, старалась на телефоне смотреть, ничего не это. И потом, когда назад решила взять автобус, и вы представляете, я вчера, ну, не покраснела в автобусе, мне чуть сытно стало, но я думаю, люди меня поняли. Короче, я с Оскаром была, с мужем. И когда назад ехали, я взяла автобус и начала слушать наши песни народные. И как раз я слушала песню... Какая же песня была? В общем, такая песня была классная. Муж... В общем, такая вот народная песня была. Муж уже хаястан, о, муж узор говель папаакан. В общем, блин, ну, забыла, извините. Я, блин, помнила, вот сейчас именно перед камерой не помню. И, короче, сижу в автобусе, в наушниках. Мужу говорю, ты не обидишься, если я, ну, буду слушать песню? Он говорит, нет. Ну, как раз начала народные песни слушать вот... Вот я это слушала, а потом вот это... Вот это слушала. И, короче, я в это время отключилась. И как раз начал припев второй раз. И я без мысли, без какого-то этого, на весь автобус. Муж... Там уже... Муж... Блин, видите, обратно забыла. Муж... В общем, короче, как крикну в автобусе, вот так. А Оскар мне, Алина. И так все люди повернулись, на меня смотрят, а я... Я так встала, короче. Блин, я вот это... Думаю, блин, ты представляешь, вот ты можешь без внимания просто сделать такое, что это просто смешно. А я такая, знаешь, я говорю, ай, да, пацана, да. Ну, такой, ничего, говорю, ничего страшного. И они, ну, засмеялись в автобусе. И я такая, блин. И вспомнила еще одну вещь, когда моя сводная сестра, мы с ней поругались, короче. Я вот ехала в автобусе, да, и сама себя так жрала. Говорила, блин, как она меня достала. Короче. И как раз села в автобусе, и сама собой ругаюсь. И думаю, вот, пойду домой, я ей больше не дам, чтобы она меня обидела. Вот, я ей покажу, что больше меня унижать никто не сможет. И в это время тоже было, это 10 лет назад, когда я в автобусе села, так крикнула, знаете, так... А потом этот... А я села как раз в шофер, и возле шофера. И он так на меня посмотрел, засмеялся, и говорю, а у меня, говорит, проблема, проблема. Я говорю, да, проблема. То есть, бывает такое, да, вот, не знаю. Короче, я уже дошла домой, но еще не заходила. Я еще на улице была, и тут мне самески приходят от племянника, и они мне фото отправляют. А я начинаю смотреть, а там, наверное, пакетов 6, короче, еды было. И они мне пишут, а тетя Алина, тетя Алина, спасибо, тетя Алина, спасибо, тетя Алина, спасибо. И у меня, знаете, волосы дыбом стали. И в это время они мне звонят по видеосвязи. Тетя Алина говорит, приходила Катя, нам принесла кушать, и у них столько радости, столько радости. Тетя Алина, спасибо большое, тетя Алина, спасибо большое. Она нам столько принесла, нам столько кушать принесла, тётя Алин, спасибо. А я, блин, вот, знаете, вот так замёрла, знаете, как оно, блин, говорится. Так, знаешь, я такая говорю, а что, Катя, у вас? Говорит, нет, они уже уехали, и они, знаешь, и я, и у меня, знаете, не то плакать, не то радоваться. Я просто стала вот так, на них смотрю, мне плакать хочется, и в одно время и радоваться. И я, конечно, Катя, моя ты сладкая девочка, моя ты лопатуля, спасибо тебе большое, что ты вчера отнесла моим кушать. Спасибо тебе большое, я тебе очень благодарна, и поверь, за твою доброту я тебя отблагодарю. Не многие блогеры армянские возьмутся за это, понимаете? Есть, да, что отправили деньги, забыли, а вот именно Катя, да, вот в чём нравится, и многие меня поддержат, армяне, что вот Катя именно, да, даже там есть нехорошие комментарии есть, да, и есть люди такое пишут, ну, хотя нам всё равно, зато больше хороших комментариев и больше хороших людей, которые ценят это. И вы понимаете, вот что меня радует. Вот Катя, она работает, у неё семья есть, вот она после работы оставляет вот это всё и бежит помочь людям. Вот это надо ценить, вот это надо ценить. Покажите мне хоть одного блогера армянского, кто делает так, как Катя. Я знаю, почему я говорю, я знаю, что вы мне скажете, Алина, хватит. Нет, вы знаете, что я люблю за честность. Если б я была бы в Армении, я б тоже б сделала, я б соединилась бы с Катей, сделала бы, потому что есть одна пословица, говорит, есть и тяжёлую минуту, ты мне не помогла, а зачем тогда мне ты нужна хорошие дни, да, у нас есть такая пословица. Вот посмотрите, вчера у меня такой день был, я в Европе, мои в Ереване. Вот с чем могла бы я им помочь? Вот представьте себе, как хорошо иметь вот такую прекрасную девушку, как Катя, ереванская невеста, что она вот решила мою проблему. Я так благодарна, я вам честно говорю, я даже мужу сказала, муж такой, открытым ртом мне говорит, Алина, да вы молодцы, он испанец, да, он говорит, да вы молодцы, я говорю, я нет. Это Катя молодец. Он говорит, так вы, говорит, ты считай далеко, но ты, говорит, могла как бы добиться, сделать этого, ну, чтобы детям понесли кушать. Я говорю, ну, больше это Катя, потому что если бы не Катя, я не знаю, ну, я пока обратно деньги бы отправила, на следующий день пока получили бы, да, пока пошли бы, скупились бы. Но, в общем, ну, я так поняла, что сейчас им нужна одежда. И вот на днях, короче, соберу обратно, да, и, конечно же, отправлю деньги, пускай покупают одежду. Но я вам хотела сказать одну вещь. Я не хвалюсь, не говорю, что я такая вся хорошая, нет. Но, девочки, кто меня помнит, особенно мои девочки, которые меня смотрят, постоянно поддерживают, они знают, что ни за что, ни за что, за какой-то маленький, ни за что, обиделись на меня, да, вот, мой брат целый год, я про него ничего не знаю, да. И вот, я просто хочу, чтобы они поняли, это не то, что я себя хвалю или это, не знаю, но я просто говорю, что я в трудную минуту и не оставила их. То есть я могла бы, как моя сводная сестра, да, вот, она, когда со мной что-то случалось, да, она радовалась, она не приходила в помощь, она, наоборот, говорила, так тебе и надо, тебя Бог наказывает, да, вот она мне в лицо так и говорила. А вот я вспомнила, не то, что вспомнила, вот я поняла это, что у меня действительно сердце большое. То есть я не смотрела на это всё, да, я кинулась детям помочь. Вот имею в виду, что я откликнулась. То есть пускай они это ценят, потому что такие вещи надо ценить. Я не то, что говорю за тебя, за меня, а просто я хочу им донести, что такие вещи надо ценить, а не то, что там обиды какие-то, дебильные, маленькие, да. В общем, ой, блин, устала. Короче, девочки, мои лопатульки, я пошла скупляться. Ну, у меня там шампуни, там то-то надо, огурцов купить, что-то помидор купить и ходить чуть-чуть. Ну, в общем, так что, мои хорошие, всегда цените, когда вам плохо, кто к вам помощь приходит, руку подаёт, вот это цените. Так что я хочу, чтобы они тоже поняли, родители, что в эту трудную минуту я не оставила их. Так само вот её мама, да, она взяла вчера телефон и мне говорит, Алина, ты прекрасная тётя, ты молодец, ты детей не бросила, мы тебе благодарны. И она сказала, я вам честно, дай бог, чтобы все имели такую тётю, как ты, вот она мне сказала. И она тоже говорит, Алина, ты знаешь, что наши дети ни в чём не нуждались. Говорит, ну, они так обрадовались, так обрадовались, говорит, то, что им принесли. Ну, конечно, там же 10 человек. Я даже вчера по видео видела, что там одна взрослая женщина тоже есть. Оказывается, эта женщина, это свекуха там, её дочери, что-то, да. В общем, так что и она мне сказала, Алина, какая красивая девушка Катя, как ты с ней познакомилась. Ну, я ей рассказала. Она говорит, Алина, я так рада, что у тебя есть такие люди, которые трудную минуту, говорит, услышали тебя и нам помогли. В общем, мои хорошие, мои любимые, мои зайчики, мои красотульки, кто не знает, так как у нас ситуация в Армении, да, дети у нас находятся в Ереване. Это дети братья, племянники мои. Да, вот. Так случилось, что мы вот решили помочь. Ну, как помочь? Не то, что решили, просто так получилось, что в трудную минуту успели сделать это. И я вам одну вещь скажу. Всегда сделайте добро. Я вам честно говорю. Я вчера, когда они обрадовались, что им кушать принесли, вы не представляете, как я спокойно легла спать. Так спокойно легла спать. Хотя не могла заснуть, но на душе так легко было. Вот вы попробуйте сделать один день хорошо и посмотрите, как вам легче будет. Так что, мои хорошие, мои любимые, Катечка Джан, я тебя обожаю, ты мой антигоналополой. Спасибо большое за все. Так что подписывайтесь на Ереванская невеста, посмотрите действительно, какая она. Если заходите на ее канал и действительно посмотрите, какая девушка. Спасибо Богу, что я ее встретила. Катя, так что жди меня в Армении. Когда дороги откроют, я приеду. И вот я обязательно благодарю. Спасибо большое. Я вас всех люблю, всех чмокаю. И всем пока-пока. Продолжение следует...